Ну что, мы загрузились и поехали домой. Снега, кстати, стало совсем мало. Мы приезжали здесь просто полукрыльцо, прям было снега, а сейчас вообще нет. Поэтому с этого места, наверное, выжили максимум. Поэтому едем в другое, о котором, может быть, вам по-боже расскажут. Мы дома. Кстати, у нас улица Генерала Лебеди называется. В предыдущем выпуске можете посмотреть видосик про него. Сейчас мы собираемся поехать на гору Писаницу. Там наскальные рисунки есть. Еще с каких времен? Обыкные люди нарисовали, наверное. Наверное? Наверное. Ну, настоящие. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Мы приехали на Шалоболинскую Писаницу. Это мой друг Мико Сергеев. Мы с ним вместе учились на одном курсе. Вот он сейчас привез нас, короче, показать Писаницу. Много-много лет, тысяч там, наши предки еще. Тут писали на скалах, как они охотились, как они жили, что делали там. Мы сейчас все это посмотрим. Если, конечно, пройдем, воды очень много сегодня. Речка разлилась. Если пройдем, то пройдем. Если не пройдем, то извините. Отправились. Ты видел там вдоль дороги? Да это фигня. Мы все, выбегаем кросс. Поля, Мико, поля просто. Просто вот так вот. Когда жарки зацветают. Там вообще красота. Тут все строят свои башни. Какая-то утка. Крахали. О, пошел, 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 пошел. Запах здесь, конечно, вообще классный. Посмотрите, здесь какая порода скал. Плитой они. То есть просто вот такие вот камни ровненькие. Их вот на тротуары у нас дел собирают. Сейчас вода поднялась в тубе. И поэтому внизу там не пройти. Поэтому вот пошли по верху попробовать. И, возможно, спустимся дальше. Капец страхово. Ну-ка, даже мы все-таки увидим эту писанницу хотя бы одну. Я нашел первую писанницу, но только она написана недавно. Попробую полетать на троптере. Посмотрим, что у нас получится. И вот так вот. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok ДimaTorzok ДimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 вон там вообще видимо очень реально давнишние забрали здесь очень сложно было я стою получается на скале а это еще он выше какой-то бык что-то еще лошадь видимо какая-то тут кстати постоянно идутся раскопки и находили скелет древнего человека который возможно здесь и что-нибудь нарисовал хорошие рисунки вон вижу заберусь туда наверх 1900 год революция здравствуйте революция пролетарий всех стран соединяйтесь круто вообще здесь их дофигища вот они быки зайчики всякие но вьюшка так если было в европе такое место оно было бы сделано намного лучше тут бы загородили всякие бы сделали тюбочки но не хранят к сожалению такие места а у меня там сада ну что у нас день путешествие какой-то мы короче приехали на рыбалку да он рыбак у нас тут сидит к лет я уже к сел уже пледик брать чуть не кует вроде черемуха цветет карась должен клевать на но пока что нет черемуха цветет камыш есть чё еще надо рыбы нет он датру видел вот цикотина вот у нас и не клюет из-за нее где андатра там нифига нет карася все мы отправляемся новый путь на приисковый теперь нас путь держим все давайте пока пока мы тут проголодались и заехали спортивную кафешку с лимонкой вы же спортики кафешку на спортивный липки сидим липки сидим короче кафе йо у тебя чё целям когда у меня лагоман чик и на закусончик у нас мамины пирожки из капусты которые я почти все съем приятного аппетита нам и как говорит тимуха тиму тимуха и всем кто кушает приятного аппетита а и Друзья, на каких машинах Так что ездят, вообще, военитетные тачки Состояние, конечно, вообще идеальное Какого года машина вот? Какая? Вот эта Вот эта? Да Идет второго? Ага Гравьё Гравьё, да? Состояние прям вообще шикарное Так она хранилась в тёплом гараже лет 15 Ага Она не сгнила ничего Дали нам тут квартиру Сначала говорили, что будет трёхкомнатная Но потом сказали, что они припутные И дали нам ключи от однокомнатной Однокомнатной Такая Короче, я вам покажу Советского Союза Который Давным-давно ничего не делал Короче, поживём В советском Союзе немножко Ну чё, наша квартира К сожалению, тут света нет Потому что здесь и лампочки даже нет Ну вот, короче, вот такая кухонька Всё Советский Союз Плитки лет 70 Ну не 70, конечно 50-60 Плитки лет Здесь у нас комната Типа одна Иван, телевизор И здесь типа ещё одна Комнатная Ну это, по сути, одна Однокомнатная Квартирка А уже сейчас всё Ха-ха-ха-ха-ха-ха Не описывай, но у меня рано с лицом Да И здесь Туалетник такой Короче Ну ладно Поживем Немножко еще покатаемся И будем уже заканчивать сезон Готовиться к новому Ну что, ребят, у нас новый день Мы на тренировке И сейчас я стою Вот этот на самом деле леник Здесь очень много снега Он, по-моему, вообще даже не тает Если честно, может в июле Наверное, растаивает только В общем, короче, хочу наверх подняться И посмотреть, где мы летом катались Возможно, еще в этом году Покатаемся Путь у меня предстоит нелегкий Пойду, наверное, вон туда Потому что очень круто Очень крутой подъем получается Ну, можете вот представить Какая тут высота Ладно Опять вот красота Сам Порисковый находится вот там внизу На 900 метров высоте А там наверху 1500, по-моему Ну что Я дошел до места, где мы стояли летом Мы палатки разбивали Вот где-то здесь, по-моему Может быть, чуть ниже даже Потому что стаивает чуть-чуть А кухня у нас точно была Вот в этом месте Ну и вот здесь вот мы катаемся В июне Сейчас даже вот Сейчас понятно, что жестко Но В июне здесь тоже Снег существует Если сюда завести Буран То здесь вообще можно просто кататься Не хуже, чем в Рамзау Так скажу Делаем петли Сюда-сюда Вот такое уникальное место Кто знает Может быть Салангу 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 находится где-то вот В тех вот горах Тут километров Горят 50 40, наверное, даже Но Если по дороге ехать То это Выходит километров Не знаю, 300 Если не больше, наверное Надо Надо возвращаться И объезжать Дороги, короче Напрямую Вот В общем Такой вот У нас Край Республика Кассия И очень много Достопримечательностей Таких Таких Людей Здесь полторы тысячи Такого Вообще Не встретишь Снег Если Полторы тысячи Это Очень Уникальное место Там С этим Внизу Ростер Черемша Спали С толщиной Можно Ее Ухажать В июне В июне В июле Я даже так сказал бы Короче Спускался С горы Все вроде было Нормально Уже осталось Вообще там Буквально 100 метров Спуститься И короче У меня видимо Крепление Не выдержало И просто Отломило его Пополам На ноге Осталось Потому что Нагрузка большая Получается Как бы Мокрый снег И он Тормозится Так Очень сложно В общем Короче Я Как полетел Палка сломалась Он валяется Локти так Чуть Подточил Часы Тоже Развалились И Ручка Сейчас Ломалась Короче Потери Есть Немножко Ну ладно Ну что ребят Сижу сейчас В машине И хотел бы вам Рассказать Про Деревню Вот эту Приисковую Где мы сейчас Находимся Вообще Она Разродилась Получается В 1834 Году Здесь Нашли Золотые Прииски Вот И Начали Раскопки Золота В 1990 По моему Шестом Году Этот Рудник Золотодобычи Закрылся Поселок Начал Умирать Ну соответственно Было Здесь 3400 Человек И постепенно Началось Снижение Снижение И уже Теперь Население Достигает Всего 420 Человек С каждым Годом Становится Все меньше 2008 Года Кстати Поселок Переименовали В село Ну на самом деле Это очень уникальное Место Здесь Много Приезжает Фрирайдеров Настроили Гостинице Раньше Вот Когда я здесь Был Последний раз В 2008 Году Здесь Вообще Не было Связи Во-первых Не было Мобильной Ее Сделали По-моему В 2010 И не было Вообще Ни одной Гостиницы Были Просто Дома И все То есть Кто-то Сдавал Квартиры Кто-то Переходил В другие Квартиры К соседям Там Не знаю К друзьям К родственникам И тем самым Как бы Давая Жил площадь Для Спортсменов Но Здесь Очень мало Всегда Было Это Такое место Его Мало Кто знает И В общем Тренер У меня Мой Любил Это Место И Любит До сих Пор Поэтому Мы Сюда Ездим Очень Уникально Я уже Говорил Тем Что Здесь Можно Приехать В июне И Покататься На лыжах Потому Что Там Есть Наверху Ледник Передут Место Такое Прямо Жили В палатках Там Прямо Наверху Можно Конечно Здесь Жить Но Это Надо Каждый раз Подниматься Время Тратится На дорогу Поэтому Мы Жили Прямо На высоте Там Мы Получается Были Уже В трех Местах Это Вершина Тёи Ергаки И Вот Это Происковое Это Находится Всё В Трех Стах Четырех Стах Километрах Друг от Друга И Соответственно Очень Всё Разное Высота Разная Условия Разные То есть Ну В общем Короче Выбрать Есть Из чего И на Следующий Год Уже Есть Как Сказать Мысли Как Это Всё Сделать В общем Ладно Как Как-то Вот так Получилось Я поехал На тренировку Ну что Мы находимся Сейчас На горе Вот там Находится Ледика Тот Который Я рассказывал Вам Немножко Раньше Сейчас Мы хотим Пройти Вот туда И Вот По той Горе Попробовать Пройти Вот На ту Гору Ну что Доехали Мы до Плата Посмотрите Здесь Какая Красота Какая Мощь Здесь Надув Такой Снега И Здесь Посмотрите Какой Надув Просто Я не знаю Сколько Здесь метров Пятиэтажку На раз И не больше Снега Вот такие Вот здесь У нас Красота В Сибири Приезжайте Тренируйтесь Тренируйтесь Снега На всех Хватит Конечно Сейчас Уже Топит Уже Плюс Двадцать Постоянно Стоит Поэтому Снег Уходит Но Такие Красоты Конечно Вообще Здесь Народ Кота Ездит На Редтраках Получается С кабинами И смотрят Вот эти Красоты Садятся Ездят Не знаю Там Нагорных Катаются Они или нет А так же Фрирайд Здесь Очень развит Очень много Отелей Фрирайдовых Это На снегоходах По Целику Здесь Снега Сейчас Уже Так Немного А Вообще Зимой Здесь Вообще Конечно Дохренища И больше Ну что Погнали Вниз Оль Ну ты что Сейчас Первый раз Находишься В Те И в Иргах И здесь Как тебе Как ты вообще Ожидал Что Сибирь Я хочу Домой Там Карантин Я хочу Домой Домой Это везде Круто Везде Хорошо Ладно У нас Заключительная Тренировка Заключительный День Заканчиваем Кататься На лыжах И Приступаем Уже Скоро К новому Сезону И Давай Ребят Короче Мы тут Идем Идем И наш Трип Резко Заканчивается Да Потому что Смотрите Какие следы Здесь Что-то Как-то Немножко Страховая Идти туда Поэтому Мы разворачиваемся Сматываем Удочки И домой Ну что Ребят Мы закрыли Этот сезон Закатились Сейчас Выехали В сторону Дома А какого дома Вы увидите Позже В следующем выпуске Все Всем пока Ставьте лайки Подписывайтесь На канал А так же Заходите на Бусти Где Есть Благополезные Информации Все Ну мы Погнали Субтитры Субтитры Субтитры